Значит, работать будем так. Сначала впихнём им Дисней, AT&T, IBM и прочие козырные акции. Бренды, которые им знакомы. Как только прикормятся, спускаем лавину дерьма. Весь этот хлам, дешёвые акции, всё, что приносит нам бабло, с комиссии в 50%. Братцы, самое главное в такой ситуации — это заявить о себе сейчас, до заключения сделки. К тому времени, когда они напишут в Уолл-Стрит-Джорнал, момент уже уйдёт. А потом ждём. Молчим. И кто заговорит первым, проиграл. Простите, во-первых, спасибо за звонок, но мне надо это как следует обдумать, посоветоваться с женой. Могу я вам перезвонить? Они сомневаются. Им надо всё обдумать, посоветоваться с женами или зубной феей. На самом деле, не важно, что они говорят. Главная причина их сомнений в том, что они вам не доверяют. Ну и правильно делают. Вы в зеркало себя видели. Сборище скользких жуликов, вот вы кто. Итак, каков ваш ход? Вы хотите сказать, что если вы возьмёте Юнион Карбайт за 7, а продадите за 30 ватт... Техасские инструменты за 11, а продадите за 47. Юэс Стилл за 16, а продадите за 41. То вы не скажете мне, Честер, подкинь-ка мне пару тысяч акций Диснея прямо сейчас, скоренько. Да ладно. Ну послушайте, Кевин, вы это что, серьёзно? Ну я же вас не знаю. Вы звоните без предупреждения, я первый раз с вами говорю. Я полностью с вами согласен, вы не знаете меня, я не знаю вас. Тогда разрешите представиться, меня зовут Олден Камфенберг. Роби Файнберг. Честер Мин. Я старший вице-президент Стрэттен Окмента. И я планирую стать одним из самых успешных брокеров в этом году. И ни черта у меня не выйдет, если я буду лажать. Это я всё очень хорошо понимаю. И вы вроде бы говорите вполне искренне. Тут вы не сильно обогатитесь и не сильно обеднеете. Но вот в чём польза от этой сделки. Она послужит фундаментом для будущих сделок, Кевин. Теперь вы больше мне доверяйте. И вы наконец поймёте, что вы нашли того самого брокера, которому можно доверять. И который регулярно приносит вам деньги. Убедительно? Не без этого. Надо сказать, вы меня впечатлели. А что, даже не знаю. А как вы сами думаете? Кевин, дайте мне всего один шанс с такой козырной акцией, как Кодек. И поверьте мне, Кевин, сожалеть вы будете только об одном. Что вы не купили больше. Убедительно? Чёрт, слушайте. Жена со мной разведётся. Ну ладно, я согласен. Да, да. Правильный выбор, Кевин. Сколько акций хотите взять для начала? Давай на пять. На пять тысяч долларов. А может, замахнёмся на восемь? Да что уж. Давай на десять. Десять. Так может, лучше. Прекрасный выбор. Кевин, я сейчас закрою эту позицию и перезвоню через минуту за окончательным подтверждением. Добро пожаловать в Стрэттен Окман. Спасибо, брат. Пойду открою пиво. Забавно как это. До скорого, Кев. Спасибо большое, Джордан. Спасибо. Вот это так. На четыре убилки.